И всем снова добрый день, дорогие друзья и подписчики моего канала. С вами снова Михаил. Сегодня мы сходили в магазин Лента, с супругой походили, думали, что бы купить сегодня на обзорчик из алкогольных напитков. Скажу вам так, алкогольные напитки сейчас подорожали. Но мы нашли по акции вот такой вот джин. Давно хотел попробовать. У меня, кстати, есть друг Михаил Егоров. Он давно просил обзор на этот джин. Сегодня я снимаю как для вас, но и для него. Посмотрим, что этот джин из себя представляет, насколько он вкусный. И вообще рассмотрим бутылочку. Давайте сначала перейдем к бутылке. Бутылочка такая пузатенькая. Написано Green Baboon. Нарисован такой вот бабун. У него морда такая красная. Еще одно личное место красное у него. Стоит на четырех лапах, зеленый. Снизу у нас написано Moscow Civilized Gin Infused White Hand Pickered Botanicals Natural Ingredients. Соответственно, в этом джине используются натуральные ингредиенты. Какие, друзья, мы будем читать чуть позже. Сегодня у нас за место Шлепса. Шлепса, кстати, я не нашел. Почему-то Шлепс пропал из магазинов. Может быть, из-за санкций. Нашел вот такой вот заменитель Шлепса. Называется Rich Better. Стоит он 110 рублей. Кстати, вот этот Green Baboon 0,7 нам обошелся в 600 рублей. Там было по скидке. Так он стоил то ли 700, то ли 800 рублей 0,7. Вот. Собственно, вот такой вот Rich Bitter. Фруктовый, горьковатый биттер лемон. По составу, по сути, друзья, это тот же самый Шлепс. Содержит лимонный сок. В состав входит вода очищенная. Лимонный сок 2%. Это лимонная кислота, цитрат натрия, молочная кислота, ароматизаторы, стабилизаторы эфир глицерина, смольных кислот, антиокислители, подсластители, сахарин, красители и каротин, сарбаткалия. Изготовитель O-Multon Partners. Вот такой вот Rich Bitter. Будем с ним пробовать. Дегустировать я, друзья, как всегда, буду со своего бокальчика. Знаменитый мой бокальчик для дегустаций на алкогольных напитках. Значит, давайте по джину, друзья, дальше. Такая акцизочка тут приклеена у нас. Moscow Civilian Gin Natural Ingredients 700 мл, 15 botanicals. 15 трав, да, соответственно, у нас тут каких-то... Посмотрим, каких. Вот, сейчас почитаем. Вот такой грим бабун. Такой вот попой нарисованный. Интересная такая вот скрывашечка, как мы можем видеть. Вот, сейчас почитаем по составу. Так, состав, друзья. Сейчас переверну, чтобы было удобнее читать. Так, ну что, в состав у нас входит вода питьевая, исправленный спирт, сертификованный, сертификованный из пищевого сырья люкса, ароматный спирт джина, можжевельник обыкновенный, шишка ягода, свежая, лимонная корка, корень солодки, плоды шиповника, свежая апельсиновая корка, лобазник визалистый, корень имбиря, мелиса лекарственная, мох, друзья, даже мох исландский сюда входит. Представляете? Это интересно, интересно. Дальше, что у нас? Мята перечная, розмарин, плоды аниса, цветки бузины, плоды перца душистого и семена укропа. Друзья, ничего себе, вот это да. Вот это прикол. Энергетическая ценность 1000 кг. Даже интересно попробовать, да? Разработчик у Белуга Брэнс. Красиво, Москва, Ники Манка. Много, довольно-таки, в первый раз вижу джин такой, да, в который входит, ну, так, довольно-таки много трав и ингредиентов. То есть, для меня это, это новинка. Я думаю, это будет интересно. Сейчас мы его откроем. Открывашечка тут у нас, ну, такая стандартная, то есть, вот, открывается с этой стороны, получается. Таким образом. Ничего сложного нет. Итак, друзья, открыл бабунчика. Вот такая вот наливалочка. Наливайочка. Сейчас посмотрим. По запаху. Друзья, ну, джин, опять же, как мы его попробуем? Мы нальем вот так, прям чуть-чуть, да? Джин я всегда пью в разбалянном виде, то бишь, только с биттерлемоном, ну, либо с каким-то джинстоником, да? В таком виде я особо джин не люблю, в терпком. Но так ради обзора просто чуть-чуть перегублю. Попробуем. Посмотрим запах. Мужевеловые ягоды чувствуется, розмарин, то есть, такая очень, такой довольно-таки, знаете, глубокий букет. Сейчас чуть-чуть попробуем. Так особо букет не раскрывается, друзья. Надо пробовать именно с биттерлемоном. Я просто... Для меня так он просто, знаете, очень крепкий, как бы не чувствуется особо букет. А вот когда он раскрывается, когда вы его смешиваете с тоником, вот тогда он раскрывается. Значит, что за тоник, хочу сказать? Тоник, ну, почти один в один, как... По вкусу вообще прям, друзья, швепс вообще не отличив. Сейчас чуть набулькаю. Ну, что, давайте посмотрим. Попробуем. Нам-таки приятный джин. Больше, конечно, вкус тоника чувствуется. Но... Так вот, знаете, как, честно сказать, сладковатость, чуть-чуть есть, да, сладковатость. Ну, очень вкусненький, неплохой джин. Ну, опять же, вот этот мох, да, исландский. Все компоненты. Ну, когда вы их замешиваете, как бы, с тоником, их особо не чувствуется. То есть, наверное, все-таки надо пробовать в нерасмешанном состоянии. Сейчас я... Давайте, друзья, хочу поднять этот бокал за вас, за то, что вы смотрите мои видео, за то, что ставите лайки. Хочу передать всем новым подписчикам, всем старым подписчикам огромный-огромный привет и пожелать вам оставаться со мной. Пожелаю вам любви, счастья, здоровья, друзья. Выпью за ваше здоровье. Подниму этот бокал. Ммм. Ммм. Знаете, нам... Вот, честно, с битером особо не ощущается букет. Но сладенькие, вкусненькие, не противные, скажу сразу. Очень неплохо. Не заметил особо... Знаете, как бы вот он пьется и вообще не чувствуется джин. Такое ощущение, как будто пьешь именно вот битер. Наверное, чуть-чуть еще, друзья, так чисто для раскрытия букета немножко прям. Вот так все хорошо. Тут просто чуть-чуть нанил, так чисто попробовать. Запах. Вот запах открывается, действительно. То есть чувствуешь, вот мужевельник, диагель, анис. Анис, друзья, особо тут не чувствуется. Ну, может быть, совсем такие, знаете, далекие нотки. Немножко. Что у нас там еще сейчас? Посмотрим. Интересный еще раз компонент. Я забыл. Шишка ягода какая-то. Ну, вот лимонная корка чувствуется. Корень солодки слишком плоды шиповника особо не чувствуется. Корень солодки немножко есть, но где-то, знаете, в послевкусии таком прям, то есть вот по запаху даже. А по вкусу? Вы знаете, если подержать во рту, то пары, пары, они отдают немножко вот этим вот и солодкой, и это все, оно как бы чувствуется в парах. то есть так вы не почувствуете, если вы просто выпьете, да, и все. Но если немножко во рту подержать чуть, так скажем, взболтать, да, то чувствуется пары такие, прям вот этот вот солодка чувствуется. неплохой джин, но, друзья, опять же, джин такая штука, которую все-таки пьют в разведенном состоянии, либо с тоником, либо с битерлемоном. то есть поэтому открыть для себя весь букет трав, да, на которых он настоен, или которые добавлены в него, вы сможете только выпить его чистоганом. Но чистоганом пить его не очень приятно. То есть как бы он очень такой, довольно-таки крепкий. Этот момент учтите. Поэтому, друзья, смешивайте. Вот в паре с битерлемоном работает прям на ура, действительно. Классная штука. Ну и так, для разнообразия. Но самое главное, друзья, не забывайте злоупотребление алкогольными напитками, напитками. Но главное, друзья, не забывайте злоупотребление алкогольными напитками вредит вашему здоровью. Поэтому потребляйте в меру и с умом. Это главное. Ну а на этом я буду заканчивать свой небольшой обзорчик. Желаю всем счастья, любви, хорошего настроения и с наступающим вас праздником и Новым годом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok